Как обычно происходит процесс отбора и найма сотрудников, менеджеров? С чего он начинается? Мы читаем резюме. Что написано в резюме? Что человек делал на протяжении своей жизни в предыдущих корпорациях? Каких высот, каких достижений он добился за годы своей работы в предыдущей? Что мы оцениваем, читая это резюме? Мы оцениваем функцию ПИ, способность достигать результата. Как проходит наше собеседование? Я долгие годы принимал детей на работу, и я знаю, что процесс так называемый достижение трех звезд, он есть во многих организациях. Другими словами, кандидатам просит привести примеры на выполнение тех или иных компетенций и не менее трех примеров. Достигая вот этих вот трех звезд, человек получает автоматический отчет. Что происходит при собеседовании? Что мы оцениваем? Как правило, мы оцениваем всю ту же самую функцию ПИ. Что будет, если мы будем ограничиваться только собеседованиями СИВИ? В нашей организации будут люди, несущие одну функцию ПИ. А что нужно организации? Организации нужны люди, которые могли бы достигать ее целей. Давайте вспомним цели менеджмента. Это помочь организации стать результативной и эффективной в краткосрочном и долгосрочном периоде. То есть функции ПИ, ЭЙ и АЙ. Откуда же их взять? Мое послание следующее. В процессе найма работников необходимо оценивать их способность достигать взаимодополняющей команды, определяя роли. Кто будет играть роль ПИ, кто ЭЙ, не забывая о ролях И и о ролях АЙ. Насколько кандидат отвечает профилю позиции? Мы знаем, что разные позиции в организации, разные департаменты, разные отделы требуют разных менеджерских стилей. Для кого-то будет важна функция ПИ, для кого-то, вспомним, бухгалтерию, финансовый отдел, функция ЭЙ. Где нужна функция И? Маркетинг. Маркетинг задохнется без функции И. Где нужна функция АЙ? Эч-Ары. Люди, которые несут себе функцию АЙ. Каковы же требования к идеальному кандидату? Он должен соответствовать позиции, профилю подразделения. Он должен соответствовать качествам хорошего менеджера. Давайте их попробуем вспомнить. Во-первых, в его менеджерском стиле, ПИ, ЭЙ, не должно быть пробелов. Каждая из функций должна быть выражена, по крайней мере, до порогового уровня. По крайней мере. И одна, а если две, а то это просто прекрасно, должны быть доминирующими, лидирующими. Что еще очень важно для хорошего менеджера? Это осознание своего стиля. Человек должен понимать свои силы и слабости. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность понимать, какие функции ему нужно подавлять, какие, наоборот, развивать, чтобы соответствовать профилю той позиции, которую он занимает. Это во-первых. И во-вторых, чтобы соответствовать исполнению миссии организации, исполнению этого вектора движения организации вперед. Хороший менеджер должен уметь осознавать стили других людей и, используя различные методы коммуникации, приводить к тому, чтобы работа с этими другими стилями шла в обстановке конструктивного конфликта, основанного на атмосфере взаимного уважения и доверия. Вот те небольшой перечень требований, которые мы рекомендуем предъявлять к кандидатам при отборе на руководящие позиции. Продолжение следует...